Добрый день, уважаемые друзья, с вами Радио Пророк. Сегодня у нас музыкально-поэтический эфир. У нас в гостях Максим Беляков. Сегодня будем говорить о его личности как поэт и как музыкант. Здравствуй, Максим. Здравствуй, Павел. Спасибо большое, что ты меня принял. Да нет, что ты меня нашла свечи микрофон, а потом можешь общаться свободно, конечно. А, конечно, я же музыкант, я не знаю, как что включать, я умею только струны дергать. Здравствуйте, друзья. Здравствуй, Павел. Максим, на самом деле, хотелось бы поговорить сегодня с тобой не как о музыканте Санфри Хавс, хотя Максим является и таким человеком, больше как о поэте, потому что я часто замечаю тебя на берегу Волги, в районе Нового Города, как ты что-то красноречиво рассказываешь, читаешь и так далее. Давно ли ты стал писать? Насколько тебе это интересно? Развиваешь ли ты в сфере поэзии? Либо музыка у тебя отнимает все время, и тебе она больше не хватает? Хорошо. Попробую рассказать сейчас все это. Начал я писать достаточно давно, и как бы это банально не звучало, все началось с рэпа. Один из моих идейных вдохновителей на тот момент был Noise MC. До того, как я услышал его творчество, у нас с Андреем уже была группа, небольшой проект. Я пел, пел на русском, пел на английском, и тоже пытался писать тексты, но это было сложно назвать поэзией. После этого я начал пробовать себя в жанре рэп. Получалось неплохо. Даже были награды на таких конкурсах, как Snickers Urbani, там я первое место занял в Самаре по фристайлу. То есть по сочинению рэпа, направленного против личности оппонента на ходу, на заданную тему. Записывал также рэп-треки. Но со временем начал видеть в них очень мало поэзии. И вообще в рэпе, как в жанре, слегка разочаровался. Максим, вот такой вопрос. Какие стихи вообще можно называть поэзией, а какие нет? Это, конечно, абсолютно субъективное мнение, но тем не менее. Например, кто-то говорил, что Круткобейн был приближен все-таки к поэтическому жанру. Например, я не знаю, там тот же самый Горшок из группы Короля и Киша никогда не был поэтом. Есть такие мнения. Вот что называть реально поэзией? И как ты причисляешь по каким канонам, правилам, причинам себя к поэтам? Это очень сложный вопрос. И я даже не знаю, причисляю ли я себя к поэтам вообще. Для меня поэт это, к примеру, тот человек, который видит на банальной табличке выход цифру 9. Вот, если хотите, можете попробовать ее там найти. Пушкин говорил, что поэт это человек, который может придумать рифму к слову «голубь». Когда на мне проводили такой тест, у меня же сразу же в голове возникло слово «прорубь», но это же не означает, что я поэт. Вообще, поэзия это попытка человека изобразить все, с чем он столкнулся в своей жизни с помощью символа. И символом этим не обязательно может являться слово. Я считаю, что в музыке, в изобразительном искусстве и вообще в самой жизни достаточно поэзии без слов. Максим, давай не будем уходить далеко от темы. Вернемся конкретно к твоему творчеству. Может ли ты что-то продекламировать из своих закромов? Продекламировать? Может быть, что-то не очень большое. Может быть, это будет хоку, или это какой-то небольшой поэтический отрывок из поэмы, или стихотворение. Нет, к сожалению, искусством хоку я не владею. Уважаемые друзья, Максим у нас сегодня не одинок. Он пришел со своей подругой с гитарой, которая только что взялась со стола. Он у нас сегодня обязательно что-то споет. Но пока Максим готовится восстанавливать свои поэтические силы, мы послушаем один из треков «Санфри Хабс», который уже был записан 52 года назад. Называется «Микроавтобус» или, проще говоря, «Газель». Вот, «Газель», боже мой, у нас сейчас слетело, но мы к ней обязательно вернемся. Я могу для начала продекламировать стихотворение. Да, я дал время просто Максиму на самом деле подумать, он вспомнил. Пожалуйста, Максим. Моя вечность — сплошные каникулы, Моя кровь на плаще калигула, Мои слезы мерзнут на севере И блестят в твоем веере перьями. Мои мускулы это воздвигли, И мой прах из сожженных Библий, Из утопий, грез и идиллий Я шагаю к своей гильотине. Мои струпи тебя смущали, Из пищали стрелял в печали. Голос мой, что звучал с трибуны, Пулеметами испещряли, Но моя рука выводила Все иероглифы в воздухе, руны, Залетал с ароматом кадила, В провонявшие сыростью трюмы. Мои ноги в песке Атлантиды, Сердце — суть эпицентр взрыва, Моя кожа — метровый слой пыли, Все еще источает флюиды. Мои фразы в черных смартфонах, Образ мой в квадратиках пленок, Человечек на светофорах. Может быть, тоже чей-то ребенок. Максим, как называется стихотворение? Это часть моей, так скажем, Поэмы «Скафандр». Очень интересно, на самом деле. Я на самом деле не ожидал. Я долго более худший вариант поэта. Буря, углая, небо, кроме... Да, очень интертекстуальный, Что ни фраза, то метафора. Максим, почему ты до сих пор Не предлагаешь свои тексты Группе Sun Free Hubs на русском языке? Потому что группа Sun Free Hubs Имеет все-таки стилистическую И жанровую направленность, И мы поем на английском там. И, к сожалению, вот в рамках этого проекта Не получается реализовать некоторые идеи, Но я не расстраиваюсь. А, Максим, если говорить об этой поэме «Скафандр», Чем она в вас мотивирована? Почему именно она? Что побуждает тебя продолжать ее писать, Если ты не дописал, или что заставило тебя Написать эту вещь? Я дописал. Изначально мотивацией послужил символ того, Что просто я задумался и подумал, Что тело наше, по сути, как «Скафандр», Благодаря которому мы можем путешествовать В этой вселенной какое-то время. И уже дальше начал развивать все это. Максим, если говорить о русскоязычной поэзии В музыке из тех групп, которые ныне еще существуют, Живут или которые ушли, Кого можно перечислить к эшелону поэтов? На твой взгляд, конечно. Ну, относительно рок-музыки сказать ничего особо не могу, Относительно рэпа могу высказаться. Особо меня рэп не радует в последнее время, Но порадовал альбом Лок Дога последний. И еще есть такой абстрактный очень исполнитель, Как Джилия. У него тоже выходил альбом, По-моему, года полтора-два назад. Тоже очень атмосферный, Очень меня зацепил. У меня начинающие поэты спрашивают, Что нужно делать, Как поднять свой уровень, Как вырабатывать красивые, яркие метафоры. Я всем всегда советую читать, Как можно больше, хорошую лирику. Какую лирику ты читаешь, Помимо рэп-музыки? Это замечательный совет, Я бы тоже посоветовал, Если бы у меня такая возможность была. Я просто читаю все. Иногда чаще, иногда реже. Читаю классику, Читаю произведения современных писателей, Именно прозу. Поэзию читать я люблю, конечно, Но это требует больших душевных усилий, И умственных, Чтобы разбираться в ней, И проникать в ее суть. Из поэтов для себя лично я выделяю Бродского. Не все, но я просто люблю красивую рифму, Люблю сложность, И люблю, когда все не слишком прозрачно. Уважаемые друзья, Мы к Максиму обязательно вернемся, У нас на очереди Sunfree Hubs, Под названием Gazelle. Поехали, слушаем. Ульяновские ребята делают интересную, Качественную англоязычную музыку. Попасть бы. Вот так он. Начало нормальное, да? А сейчас можно шуметь? Да, конечно. Может телефон поговорить. Как я тоже записываю? На видео, да? И на видео мы выкладываем все, Что и в эфире, и вне эфире, и так далее. Это замечательно. Посмотри потом на свое странное лицо, В то время, как я пытался формулировать умную мысль. Вот интересно, Лицо у нас всегда соответствует нашим представлениям о лице? Я вот, например, сейчас себя вижу таким, Ну, каким запомнил утром, А может быть, я на самом деле много. Нашим собственным представлениям о лице, да? Ну, да. Мне кажется, оно никогда не соответствует. Это уже актерское мастерство какое-то, Чтобы оно соответствовало представлению. Я хочу, чтобы у меня был разноцветный автобус. А, все-таки, а газель? Да. О том, что оно ловит солнце в море, И о том, что не нужно париться по-плюс к кому. Я, потому что, помните, мне что-то присылал либо в видео, либо в обычном формате. Что-то я прочитал, на самом деле, не очень сильно воодушевился. Это было очень давно, где-то, наверное, год назад. Если ошибаюсь, это было как раз видео от берега Волги. Ага. И сейчас, что-то не ожидал, что здесь появится такой скафандр. Ну, да. С индивиями, утоками, с Каллигулой. Да. Кстати, Каллигулой какой, биоисторический идет или кинематографический? Ну, доисторический. Тут же, как бы, в контексте истории все происходит. А я даже не знаю, сложно говорить о своих стихах, Потому что ты в них кладешь один смысл, А человек может увидеть абсолютно другой. Несмотря на все твои старания, но... Иногда совпадают. Иногда совпадают, но... Точнее, мне даже, кажется, полностью никогда не совпадают. Лишь отчасти. Ты просто мало общаться с филологой, наверное. Наверное. Ты скажи, что мне спеть. Я могу спеть песню с грядущего альбома The Sound Recaps, Где я, как бы, исполняю роль вокалиста, а могу... Что хочешь. Я тебя не принуждаю, не начиную. Может, есть вообще Горобов или Петра Мамонова. Я не знаю, о чем ты говоришь. Ну, и ладно. Уважаемые друзья, у нас Максим Великов в гостях. Мы сегодня говорим о поезде. Наконец, доходим постепенно до музыкальной части. Хотелось бы поговорить о роли Максима в группе Sound Recaps. Максим, расскажи, пожалуйста, о своей скромной роли. Она постепенно тебя расширяет, тебе даже доверяет микрофон. Что ты с ним делаешь? И в чем особенность твоей игры, в отличие от игры ребят, в том же самом коллективе? Роли... Интересное слово, конечно. Они изначально у нас у всех, как у коллектива, были определенные. Но сейчас мы с каждым днем все больше и больше превращаемся в единый организм. И роли это уже просто наименование. Абсолютно каждый участник коллектива участвует полностью во всем музыкальном процессе. У нас сейчас отчасти благодаря нашей дружбе, нашему тесному, так скажем, творческому союзу, отчасти благодаря судьбоносной встрече с Олегом Беловым, у нас есть абсолютно все ресурсы, чтобы реализовывать запланированное. Изначально я в группе являлся и по сей день являюсь басистом. Но эта должность пока что вакантная еще, друзья мои. Почему же вакантно? Меня, ребята, я думаю, не отпустят. Мы все друг друга ценим и любим. Учился долго играть на басу. Сначала был не мой инструмент. До сих пор некоторые меня ругают, что я медиатором играю, а не пальцами. Это риторический вопрос, чем играть в нашем жанре. А так, все взаимодействуем. Кто-то кому-то что-то подсказывает в плане гитарных партий. Например, Катя может подсказать Андрею. Андрей может что-нибудь посоветовать Олегу в плане барабанных партий. Я, опять-таки, Кате помогаю в плане текстов. То есть у нас творческий процесс абсолютно един. Помимо того, что ты играешь на бас-гитаре, я знаю, что ты сейчас на бэк-вокале. Много ли партий тебе доверяют на русском или на английском языке они? На бэк-вокале доверяют мне партий немного, потому что бэк-вокал это тоже искусство. Тем более у Кати очень яркий, очень красивый голос. А чтобы подчеркнуть ее яркость, вели тебе? Нет, просто чтобы немного ей помогать в некоторых моментах. Но главное не испортить общую картинку, которую она производит своим вокалом. Но есть у нас одна песня, которая будет выпущена на нашем новом альбоме из девяти треков, где я исполняю основную партию вокала, а Катя второстепенную. Максим, еще такой вопрос. Я знаю, что вы сейчас являетесь одной из самых перспективных групп города Ульяновска. Не боитесь ли вы свариться в собственном соку, замкнувшись только в границах города Ульяновска? Планируете ли вы туры? Планируете ли вы как-то выбираться за пределы сего города? Я знаю, что вы уже посетили около трех городов, даже, возможно, чуть больше. Будут ли более пространные большие туры? Я надеюсь, что будут. Ребята у нас в группе очень амбициозные. Мечтают даже о том, чтобы выступать за рубежом. Я тоже разделяю их надежды и мечты. Но для меня я могу высказать свою позицию, если даже мы, как ты говоришь, сваримся в собственном соку и останемся звездами Ульяновска. Это будет для меня в любом случае прекрасный период жизни, потому что я действительно получаю удовольствие от того, чем я занимаюсь. И каждый день, когда иду на репетицию, я рад этому. Уважаемые друзья, у нас Максим Беляков в гостях. Сейчас он исполнит что-то либо из своего, либо из творчества Sun Free House. А что именно, мы услышим, наверное, прямо сейчас. Конечно. Сейчас мне неудобно у меня просить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые друзья, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что-то авторское? Авторское, да. В смысле, твое или коллективное? Коллективное. У нас все коллективное. Вообще, о чем эта композиция? Я, к сожалению, с английским языком и на речи не знаком. Что за тема? Тема, опять-таки, сложно выразить. Писалось все по наитию больше какому-то. Но для меня эта песня о том, что другой человек какой-то, помимо меня, может быть, это возлюбленный, может быть, это просто какой-то дорогой мне человек, преображает мой мир, делает его лучше и прекрасней. Но, как и у любого человека, в один момент все представления и ценности могут измениться и сгореть. И вопрос, который звучит в конце припева, произойдет ли это то же самое с твоим близким человеком или он предпочтет пойти своим путем? Максим, есть ли какая-то история в этой песне, основана ли она на каких-то личных впечатлениях либо она создавалась каким-то абстрактным путем? Еще один вопрос относительно репетиций. Как создается новый материал в процессе джема? Кто-то приходит с какими-то заготовками или вы выходите на улицы и ищите подходящие звуки для нужной композиции? Песня создавалась это просто абстрактно. Начиналось все с музыки, потом как-то сами собой придумались слова. А по поводу репетиции все происходит точно так, как ты сейчас описал, за исключением последнего пункта. Если каждый из нас и ходит по улице и ищет какие-то звуки, символы или вещи, которые можно перенести в музыку, то это происходит не совместно, а по отдельности. И потом кто-то приходит на репетицию со своими заготовками и они уже обтачиваются в процессе джема. Да, Максим, я, кстати, вот тоже вспоминаю группу Beatles, The Doors и Joy Division, как они искали новые звуки при помощи флакончиков, звуков каких-то животных, которые постепенно внедряли в альбомы. Вот будут ли у вас подобные эксперименты с каким-то дополнительным звучанием? Может быть, вы ведете электронику или какого-то нового человека, который будет издавать специфические звуки? Не планируете? По поводу нового человека мы не планировали пока ничего, потому что коллектив у нас сложился и устоялся. И так не всегда просто общий язык найти бывает, когда ты с людьми взаимодействуешь с другими. А по поводу различных звуков, электронных, клавишных, да, мы над этим думаем и работаем. Более того, в новом альбоме нашем они уже появятся. А по поводу различных других звуков, это, конечно, интересная идея. Может быть, я ее предложу ребятам, но я не думаю, что в ближайшее время она воплотится в жизнь. Я сам над этим думал. То, что просто звуки окружающего мира превратить в музыку. Максим, ты вот как-то говорил о фристайле, о том, что можешь сочинять тексты на ходу. Я предлагаю прямо в прямом эфире поимпровизировать на тему сегодняшнего дня. Сегодня солнце, сегодня 21 марта. Практически растаял снег. Давай попробуем вместе пофристайлить, описывая сегодняшний день без всякого соперничества. Без всякого соперничества. И не обязательно. И не обязательно. Да, это будет такой верилибра свободный стих, уважаемые друзья. Мы часто импровизируем в нашей студии. Ладно. Сегодня 21 марта и снег почти растаял. В моей душе солнце, мне кажется, я взлетаю. Сегодня, кстати, поэзии день международный, но, к сожалению, не каждому присущ этот талант природный. Можешь продолжить, если хочешь, можешь просто послушать. Благодарю всех, кто настроил на эту волну свои уши. Надеюсь, мы не разочаруем и ваш день лишь только украсим. И постарайтесь найти в каждой фразе смысл. Уважаемые друзья, Максим Беляков в прямом эфире у нас фристайлит. Я надеюсь, вы этого человека когда-нибудь увидите на отдельной площадке, где он будет лично выражать свои мысли, как настоящий поэт. У нас, уважаемые друзья, очередная композиция про жаркое лето, судя по обложке, Sun Free Hubs, Summer Jungle, написано, если не ошибаюсь, где-то джингл. Далеко, кажется, от Ульяновска. Если не ошибаюсь, вы писали этот трек или заготовки для него в Сочи. Да, да, именно там. Да, поэтому окунаемся в лето, в Сочи, в Максима. Поехали. Упал бы, пока все нормально идет. Да, да, ты пока не упал в обморок. Ты меня разворотил. Я даже на шатырь еще не достал из этого рисунка. Бывает при газете, бывает нужен, да, на шатырь? Ну да, выпься. Песни свои тоже, думаю, записывать, которые я тебе прислал. Ты слушал их, кстати? Смотрел видео? Да. Как тебе? Ну, откровенно, откровенно. Чего не хватает? Да ладно, ты, небось, меня обидит. Не, я вспоминаю просто. Одна песня была на кухне. Нет, я тебе которые две последние прислал, когда хотел в фестивале участвовать. Ты не смотрел? В фестивале на кухне? А, в акустическом? Да, да, да. Нет, ты еще не смотрел. Понятно. Сказал, что там мест нет. Ну, как знать. Сократим время выступления до 15 минут. А там просто по сколько минут? Ну, в начале я планировал по полчаса, потом стал 4 коллективов, потом по 25, потом стал 5 коллективов и по 20 минут. По 15 минут 3 песни. А там, то есть, команды по нескольку человек, есть одиночки? Дубровин и Ирина Прокопьева. Вот. Они просто, на мой взгляд, очень хорошие, поэтому они могут и своим талантом и несколько человек заменить. А вот долго металлся Сирипуни на оркестр, он что-то подумал как в электричестве, потому что там их 7 или 8 человек. Ну, да. Интересный у них, конечно, проект. Как-то раз наблюдал такую картину, как внутрь баре Кирилл, звукорежиссер, пытался их всех отстроить. Но в итоге он отстроил, потому что специалист его делал. Да, господи, он Олег Белов 10 человек отстраивал в Чикаго Бэн. Стоил ему трудов. Но все-таки в рекорде больше ресурсов для того, чтобы разместить такую команду, а внутрь баре несколько поменьше. Но получился в итоге хороший звук. Правда, жанр немножко немой он. Хоть я и отчасти люблю этно, этнику. А ты не слушал Theodore Bastard? Нет. Это вот очень прекрасный представитель. Этническая, скорее всего, больше текстов имеет самого звука. Потому что там и трип-хоп намешан, и электроника. И вообще что-то архаичное, глубокое, древнее, страшное. И вокал там очень прекрасный, многоязычный. Уважаемые друзья, Sun Free Hubs только что в прямом эфире. Summer, Jungle, Jingle, сочинский трек, уважаемые друзья. Максим, наверное, последний вопрос у нас остается пять минут до конца эфира. У планов, перспективов твоего личного развития и коллектива Sun Free Hubs в целом, и тебя в этом коллективе в частности? В целом, планы у нас записать альбом. Кстати, как он будет называться? Black LP будет называться. Что-то черное. Черное PP. Черное 3,14. LP – это long play, как бы. То есть, хотим подчеркнуть, что у нас там не пять песен будет, а девять. Вот. Запись в процессе получается очень круто. Лучше, чем наш первый EP, гораздо и по качеству, и по цельной концепции, на мой взгляд. Более жесткий альбом. Кстати, где вы собираетесь его презентовать? Пока точно не решили. Это просто для себя плавно выясняю, на самом деле. Ну, там есть большое количество песен, которые мы уже исполняем, но просто их нет в записи, а над ними тоже нужно работать, придавать им немного иное звучание. Где презентовать, мы пока еще не думали. А скажи, пожалуйста, к 28 апреля у вас будет готов альбом в живом звуке? В живом звуке он уже практически готов, а вот в MP3 к 28 апреля, я надеюсь, что будет. А, ну тогда круто, тогда будет где презентовать. Да. Да, и по поводу все-таки твоих личных планов, собираешь ли ты печататься, публиковаться, участвовать в каких-то конкурсах, познакомиться с Андреем Лысиковым или что-то в этом роде? Ну, я бы с удовольствием поучаствовал и познакомился по поводу публикации, я в этом не разбираюсь, так что не знаю, но думаю, я все-таки большую часть своих стихов или поэзии, как это назвать, буду перекладывать на музыку, то есть делать песни непосредственно и записывать их или один, или с кем-то. Может, ребята из The Sun Rehabs захотят поучаствовать, но в любом случае основная моя миссия и работа сейчас связана The Sun Rehabs как раз непосредственно и одно другому не мешает. У нас остается буквально 3 минуты до конца эфира, не хотел бы это что-то исполнить на гитаре или при помощи языка? Можно и на гитаре, и при помощи языка. Дюплекс? Да. Секундочку. Одни говорят, что я дую, но перестану и забуду, что я существую, охватывая все высоты и низ, толкаю с краю, забирая жизнь. Они щурились, когда я попадал в глаза им, но я проникал в головы и был неосезаем. Они думали, что я как-то могу служить им, но я не столько созидатель, сколько разрушитель. Откройся мне, распахнув душу Откройся мне, расцепнув шерсть Откройся мне, расцепнув душу Откройся мне, затянув туже Там есть еще второй куплет, но, к сожалению, у нас нет времени. Как ты думаешь, про что эта композиция? Откровение. На самом деле она про ветер. Ну, про откровенный ветер, уважаемые друзья. На откровенных нотах Откровенного ветра мы заканчиваем сегодняшний эфир. Надеюсь, Максим не в последний раз посещает нашу радиорубку. Он очень любопытный собеседник. Возможно, он с собой притянет остальных рабочих ребят, которые, к сожалению, устроились на работу. Будем ребят звать в Records 2 апреля, чтобы все приходили на фестиваль. Да, приходите, уважаемые друзья. Будет хороший фестиваль, где ребята примут участие. Возможно, 28 апреля они презентуют свой новый альбом на очень хорошем фестивале, о котором мы поговорим чуть попозже. Конечно, спасибо за внимание. Да, всем пока, хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова